Здравствуйте, это канал Дикий Лайф. Меня зовут Виталий Дикий. Большое спасибо, что смотрите. Сегодня мой ваш гость, политический аналитик Сергей Датюк. Сергей, добрый день. Здравствуйте. То, что мы переживаем, я говорю о том, что происходит в Киеве и по всей Украине. Тотальные ракетные обстрелы, тотальные ракетные удары. Я хотел бы услышать ваше мнение вот о чем. Дело в том, что украинская сторона очень активно, читая сводки этих бомбардировок украино-российскими ракетами, значит, украинская сторона рапортует о большом количестве сбитых ракет, соответственно, шахедов. Ну, не буду перечислять, но они абсолютно разные, эти ракеты. Что касается российской стороны, то они говорят о том, что уничтожили, якобы, там, ЗРК «Патриот», какие-то отели с наемниками, там, из Швеции, Дании, Литвы, Эстонии. Потом там убили каких-то десяти генералов, один из них заложенный. Что-то мне кажется, что две стороны очень активно врут. Вам так не кажется? Ну, война – это всегда путь обмана, это всегда туман, ну, обман по Суньци, туман по Клаузевицу, и во время войны, правда, нет. Правда, у каждой страны своя, поэтому наша правда – это ложь для них, и их правда – ложь для нас. А в войне также нет истины, потому как истина, как адекватность миру, пространству и времени, она же рождается только после войны. В войне может быть адекватность, но она только может быть. Она в войне никому не нужна, поскольку сообщение измененной правды является частью войны. И это меняется очень сильно реальностью. И в эту измененную реальность попадают все. Для того, чтобы оказаться вне измененной реальности и получить роскошь адекватности, нужно ежедневно предпринимать мыслительные и рефлексивные учреждения. Сегодня в исключенной реальности находится большинство экспертов. Это распознать можно несложно. Те, кто повторяется в дискурсе, то есть война идет, мир меняется, а дискурс их не меняется. Те, кто говорит «я же говорил». Те, кто изображает завышенные ожидания, или наоборот, говорит, что все пропало. Потому как рассуждать о том, что не пропало, можно, если ты оказываешься в послевоенном мире, и изнутри этого послевоенного мира можешь о чем-то говорить. Но это требует, прежде всего, психологической устойчивости. Потому как тебя, во-первых, сразу же называют предателем, агентом и так далее. И если внимательно посмотреть, то я верю только тем экспертам, которые дважды поменяли дискурс в войне. Да, поскольку война имела три разных реальности, и их надо было дважды менять. Первая реальность – это как бы 22-й год, когда надо было отстоять и людей успокоить. Это первая реальность. Вторая реальность – это когда надвигалась зима, и надо было не успокаивать, а призывать людей осуществлять меры выживания, убеждая тем, что контрнаступление близко. Это вторая реальность. Третья реальность – для меня наступила июля, для заложного в публичном пространстве наступила 1 ноября, для президента – 1 декабря. Это, конечно, разные сроки, по-разному можно к этому относиться, но к концу декабря… А третья реальность – можно говорить уже, что она наступила и для всех, и дискурс должен быть изменён. Более того, эта третья реальность принесла с собой очень сильное психическое и моральное напряжение гражданского общества в Украине. Но связано с тем, что любое отклонение от мейнстрима, от основного дискурса воспринималось как зрадом, как проженчество. И надо было быть очень осторожным, поскольку отклонение в любую сторону от дискурса телемарафона означало, что ты… Ну, если не предатель, то что-то около того. Но теперь мы как бы выравниваемся. Мы выравниваемся. В частности, этими ракетными ударами выравниваемся. А также тем, что наступает понимание того, что мы оказываемся в тренде выживания, истощения, то есть войны на истощение, нахождение внутренних ресурсов. И в этом отношении мы попадаем в виную социально-психологическую реальность. О них тоже можно говорить наперед. И к этому опять-таки большинство не готовы. Эта неготовность проявляется уже. Сергей, тогда у меня вопрос. Вы обратили внимание на выступление Живельянского, имеется в виду новогоднее обращение. Есть там несколько моментов. Ну, понятно, он пытался как-то излучать оптимизм, но в любом случае есть моменты, которые меня удивили. Он разделил украинцев. То есть он сказал, есть беженцы, а есть украинцы. Он говорил о том, что сделано, о том, что предстоит сделать. Пытался как-то оправдать вот эти все сложности с мобилизацией и с внутренней ситуацией в стране. Многие эксперты, которые как бы провели параллели, они сказали, что это в обращении к украинцам, оно было менее оптимистичным, чем в прошлом году. Основные критерии. Вам такое показалось? Если да, то что вы об этом можете сказать? Президент потерял поддержку большинства. У него появилось очень много тех, кто ему не доверяет. Это словеческие данные, это не выдумки чьи-то. Соответственно, тут возникает вопрос. По-прежнему пытаться удержать некоторую целостность? Или же сделать ставку на более активный электорат? А это всегда радикально настроенный. Но это приведет к серьезным противостояниям внутри страны. Уже привело к серьезным противостояниям. Вопрос только в том, как разрешаться эти противостояния. Потому что мы должны для себя понять, чего мы хотим. Мы хотим единства или солидарности. Солидарность, она договорная. Единство всегда принудительное. Ведь по-разному же можно сказать. Ну, смотрите. Ну, да, я, например, президент. Я ухожу и говорю, знаете, у нас война на выживание. Проднится несколько лет. Мы меняем структуру экономики. Мы меняем организацию, ее в пользу военного производства. Для этого нам нужны усилия всех. Потому мы поднимаем налоги. Поэтому мы предпринимаем усилия по масштабной мобилизации. И эта масштабная мобилизация начинается сверху. Прежде всего, силовые структуры. Чиновники отправляются на фронт. Процент там. Ну, например, 10% права. 10% кабинета министра. 10% офиса президента. То есть, как бы, мы начинаем с... Мы урезаем зарплаты очень большие. Всем. У всех выше такого уровня. Мы урезаем. Два-три раза. На основании этого еще, как бы, поднимаем... То есть, как бы... Когда ты предъявляешь всю эту систему, и она сбалансирована, она справедливая, то никто не говорит, что... Это глупость. Никто не говорит, что убивает бизнес. Никто не кричит, что это завинчивание Гаррика. Потому что ты начинаешь сверху и идешь вниз. Ну, а когда ты начинаешь делить общество и, как бы, устанавливать несправедливые отношения внутри и так перекошенной системы страны, то возникает то, что очень часто возникает во время войны. Вот, говорит, война, вернее так, революция во время войны невозможна. Почему невозможна? Мольшинство революций бывали именно на фоне войны. То есть, вы говорили, что у Зеленского две угрозы. Это внешний враг и внутренний негативный, мягко говоря, процесс для него. Если он поступит так, как вы говорите... Зеленского всегда одна угроза. Это неадекватность, отсутствие мышления и рефлексивность. Когда он был ближе к людям, он брал за счет интуиции. Он видел, он понимал. Но война очень сильно меняет людей. И война очень сильно меняет всех руководителей. Общественный президент. И чтобы понимать, надо не выезжать время от времени в народ. А вообще говорить непрерывно с людьми. С бизнесменами, с чиновниками, с теми, кто уехал за рубеж. С теми, кто остался. С пограничниками. С теми, кто стоит возле границы. То есть, со всеми теми людьми, где происходят конфликты. Где есть недовольство. Если ты этого не делаешь, а пользуешься только тем, что говорят советники, то ты уже в ловушке. Тогда от революции один или два шага, но это уже не существо. Ну, я думаю, то, что он делает, он, наверное, все-таки для себя выстроил какую-то схему и парадигму своего поведения. И у него есть определенная мотивация. Если вы говорите, что он не хочет принимать... А какова эта мотивация? Такой я об этом хотел бы вас спросить. Мы все ожидали, что нам об этой мотивации сообщат хотя бы в новогоднем обращении. Мы этого ожидали. А какие должны быть мотивации? Вот он сегодня заявил, но так осторожно, об ответственности за каждый вот этот удар ракетный. Ну, чуть не о месте. Ну, у него просто слова такого не было. Но понимаете, во время войны говорить об ответственности просто глупо. Ну, или о месте. Мы отомстим России за удар по Киеву, ударом по Брянску. А Россия отомстит за удар по Брянску, ударом по другим городам. А мы отомстим за удары по городам, удары по каких-то играх. Понимаете, в войне это не работает. Это когда у меня в жизни что-то случилось экстраординарное. И я хочу кому-то отомстить. То вот экстраординарное событие, за ним следует экстраординарная месть. И предполагается, что так или иначе я в процессе мести либо оставлюсь живым, отомщу, либо погибну. То есть я проблему решу. То есть я решу экстраординарную проблему. В войне такая логика не работает. В войне... Когда это говорит, он же направляет это на внутреннее потребление. Для того, чтобы людям хотя бы какое-то предложение. Нет, ты либо поддерживаешь ресентимент, зависть, месть, угрозу, взвозь, плач и тому подобные вещи. Либо не поддерживаешь. Потому что ресентимент, как показал Бахмут, как показал глупый штурм Бахмута в процессе контрнаступления. Через отвлечение сил от главного удара. Как показал глупый штурм Бахмута, ресентимент очень плохо влияет на структу. Потому что что такое действительная цель наших ударов по России? Они не из мести. Они из той мотивации, которую предложил заложный не в последней статье, а перед этим. По-моему, еще в прошлом году, когда он говорил, что Россия должна ощутить войну на своей территории. Это не месть. Это удары по военным центрам, по военной инфраструктуре города Москвы, для того, чтобы война пришла на территорию России, чтобы они разделились на амы ужасы. Потому что если война где-то далеко, и враг не получает адекватного представления о том, что это война, продолжая называть это СВО, то он может воевать очень долго. Обратите внимание, это никакая не месть. Потому что если ты выстраиваешь стратегию, у тебя есть определенный расчет, где ты выходишь на пик, почему ты это делаешь, с какой целью, как ты именно уничтожаешь ресурсы. Вот в отношении Крыма у нас в последнее время появилось ненадолго, эпизодически, потому что мы же не выдерживаем ТЭП. Мы там уничтожили, сделали удар по штабу Черноморского флота и очень долго не бьем. Потом где-то бахнули по кораблям и очень долго не бьем. Потом бахнули по кораблям и очень долго не бьем. Вот это не обеспечивает давление, это не создает, не заставляет противника изменять движение ресурсов. Сергей, но вот эти паузы, о которых вы говорите, они же, наверное, в первую очередь связаны не с какими-то просчетами, а с нехваткой определенного вида вооружения. И тут как раз роль западных партнеров. Не-не-не, вот не соглашусь. У вас всегда есть столько оружия, сколько есть, ни больше, ни меньше. И вот Алексей Листович говорит, что просто поднятием эффективности мы можем на 15% увеличить результативность войны. Обратите внимание, только эффективность. То есть уничтожение журнала, учета журнала уже очень сильно поднимет нашу боеспособность. Просто одно действие, эффективность. Ну а организация, улучшение организации, или скажем так, даже не улучшение, приведение организации украинской армии, давайте так, банально, к стандартам надо, хотя бы к стандартам надо. Не будем далеко ходить, не будем говорить о том, что мы разработаем какую-то свою гениальную систему организации, просто к стандартам надо. Вот оно на проценты увеличивает, да, 40, 50, 60. Стратегия в разы поднимает результат. Мы же не можем осуществить стратегию, потому что что у нас получается? Смотрите, приходит заложный и говорит, ребята, вы хотите победы, да? Да. Но вы понимаете, что если мы будем штурмовать их порядки, то будет гибнуть приблизительно столько же, сколько русских в месяц. Это сколько? Ну а вы что, статистику не читаете? 20 тысяч в месяц. Но если вы это хотите, то вы должны, умники, политические стратегии сидят, так, если на два года, 12 на 20, 240, а на два года, 480, так, скажем, 500 тысяч. И заложный читает, какие 500 тысяч? Я же не собираюсь наступать в зимние месяцы. Я не собираюсь как бы тратить, я буду ущадить своих. Откуда взялось 500 тысяч? Ну, из дурных, пустых голов чиновников, которые вот считают именно как на калькуляторе. И его заставают идти на пресс-конференцию. Это откуда 500 тысяч? Я такого не говорил. Он действительно такого не говорил. То есть, смотрите, вот, есть военная стратегия, она устроена одним образом. Он говорит, при наступлении мы будем терять столько же, сколько русские. Это плюс на 20 тысяч. Действительно, реально, мы знаем об этом. Потому что при наступлении именно столько гибнет русских. Мы это знаем, мы это вычисляем, мы это в интернете читаем. Ну, несложно же понять логику. Нет, приходит чиновник и говорит, 20 на 24, 480, извольте дать. Зачем вам столько? Да, это по-моему. На самом деле, это очень интересная мысль относительно таких вот вариантов просчета и подхода к этому процессу. Потому что сама история с мобилизацией очень сильно возмутила украинцев. Мы видим очень серьезное противостояние и негативную реакцию. Ну, и также вот интересный момент. Никто из политиков и военных не хотел брать на себя ответственность за вот этот законопроект о мобилизации. Но я хотел бы спросить вас вот о чем. Вы знаете, что за экономист дал интервью Зеленский. Он там сказал о том, что считает Путина животным. Не видит абсолютно никаких предпосылок для переговоров. Дальше он говорит о том, что битва за Крым станет центральной в нынешней войне. А альтернативы усилению мобилизации на самом деле нет. Вот обо всем давайте по порядку. И первое, я хотел бы, я его об этом не сказал, но я хотел у вас спросить. Вот он говорит, проблемы Украины начались с того, когда очень активно в политическом и военном кругу начали активно обсуждать контрнаступление прежнее. Вот если бы меньше говорили, было бы больше успеха. Но с другой стороны, именно он как раз об этом активно и говорил, встречаясь с западными партнерами. Также это делали люди из его окружения. Я уже не говорю о политиках, которые представляют партию власти в Верховном Совете. Им вообще было сложно народ закрыть. Ну и военные приложили к этому тоже максимум усилий. Извините за долгие спичь, но я думаю, что я расставился точки над «и». Вот ваше мнение по этому вопросу. Мы живем в мире, где теперь мы не обеспечиваем свою войну собственными силами. Значительной мотивацией, значительной компонентой войны является помощь Запада. По состоянию на сейчас мы вряд ли бы смогли делать то, что делаем, без западной помощи. Возникает вопрос. А мы можем выйти на режим экономической, социальной и морально-психической мобилизации для того, чтобы… Ну, вот я замахивался на 80% вести войну собственными усилиями. Но вот сейчас я поговорил с людьми, говорят, да нам хотя бы 40. 30-40. Мы считаем, что это недостойная цель. Надо замахиваться именно на 60 до 80. Потому что если мы собираемся воевать несколько лет, то именно военная экономика может быть способом выживания. Потому что те люди, которые работают на военные заказы, они же самозаняты. Смотрите, что мы можем сделать. Мы можем у Запада брать не оружие, а деньги. Деньгами платить людям, которые работают на военном производстве. За деньги строить военные объекты. Да, это все в долги наши придется. Но запустить военную экономику как экономику. Люди заняты, не получают деньги. Тогда заявление, что «а мы не будем сюда завозить лакшери товары, или вообще будем ограничивать потребление». Это глупость. Потому что если у вас военная экономика, в нее приходят деньги, вы их платите людям, то зачем ограничивать их потребление? Это какая-то глупость. Если они не покупают лакшери товары, бизнес очень быстро на это среагирует. Он их просто не будет завозить. Зачем вам в это влезать? Ваша задача – построить экономику как военную. И запустить ее. А уже на военную экономику, в которую вкачиваются деньги, западную. Делать надстройку, собственно, мирной экономики. Всего того, чтобы… И так, в общем-то, запускать на многие годы нормальная, здравая, понимаемая всеми мысль, которую можно было в новогоднем обращении осмыслить, предъявить. Нет, это не дело. То, что я говорю, это стратегия. Мы строим модель, исходя из того, что будет долго. Нам надо все равно же… А не как… Некоторые эксперты говорят, что у нас тыл в запад. Запад раз и перестал быть тылом. А мы туды-сюды. А тыла-то и нет. Потому что тыл – это все ухилянты. Это все те, которые стригут как гусей. А кто работать будет? Запад отказался. И… А, кстати, в интервью экономист Зеленский говорил о серьезной вялости, непонимании, возможно, какой-то сложной или там, ну, как он объяснил, вялой поддержке Украины. Соответственно, я не хочу просто говорить об этом так негативно, но в любом случае дал понять, что как раз вот Запад нам сейчас уже и не является активным тылом. И сказал, что если это все затянется, то проблемы у Украины будут очень серьезными. Еще раз говорю, очень осторожно об этом говорил. Ну, понятно. Это все как бы негативный, а позитив в чем? Куда он нас позвал? Вот я хочу… Вот, предположим, он говорит, как черчил. Кровь, пот, слезы, хорошо. А куда ты зовешь нас? Мы готовы лить пот, кровь, слезы, все готовы проливать. Куда? Позови нас. У нас война, позови нас. Куда? Ну, в общем-то, он говорит… Понять того и ничего не менять. Сергей, простите, но он говорит с западным партнерам. Видите, что происходит? Это потому, что вы очень вяло ко всему относитесь. Президент должен говорить прежде всего со своими гражданами, а уже потом с западными партнерами, если они еще и с ним говорят. У меня такое впечатление, что они уже с ним даже говорить не хотят. А почему у вас сложилось такое впечатление? Ну, а потому что разговор, типа, мы вас поддерживаем, но у нас такие политические обстоятельства, что мы не можем вам по-прежнему выделять оружие – это не разговор. Так об этом Зеленский говорил в своем интервью, что если так будет продвигаться, то нас ждет… Мы чем ему можем помочь? Вот в этой модели, где Запад все дает, мы ему помочь ничем не можем. Мы тут лишнее звено. Понимаете, из этого же и простекают ошибки базовых экспертов. Они считали, что Запад тыл, а к нашим гражданам относились как к чему-то лишнему. В этой модели мы вообще не нужны. В этой. Когда Запад все давал. Но для того, чтобы поменять модель, надо поменять представление у людей. Надо людей в эту модель позвать. Надо ее соорудить. Надо всех идиотов, которые хотят стричь гусей во время войны, уволить и сделать ставку на солидарную экономику военную. Военную солидарную. Не военную, а эксклюзивную, когда заказы дают отдельным фирмам. А военную солидарную. Это иная модель. Не та, которую сейчас хотят построить, расщипательство гусей. Расщипательство гусей. Это очень интересно. Вы же знаете о том, что сейчас активно обсуждают стратегию доходов, которая также возмутила предпринимателей в Украине, всех людей, которые себя так называют. То есть это прямое ощипывание. Никто не скрывает. Даже некоторые представители этой инициативы говорят, что это правильно. Вы же понимаете, что они основываются на том, что трудно, и вы должны на себе нести всю трудность. А люди спрашивают. Скажите, а у вас сыновья министров где? А сыновья и сами депутаты где? А у вас офис президента, он где? А у вас силовики при уменьшенной территории, уменьшенном количестве людей уменьшились? По структуре, по объему, по количеству уменьшились? Или вы им по-прежнему платите зарплату? А почему так? То есть мы готовы? Под что? Вы берете наши деньги, под что? Покажите нам модель. Покажите нам модель. Вот это и есть структура мотивации. Это есть солидаризм. Когда вы людям объясняете, что вы будете делать пошагово, и как вы будете создавать, ну или пересоздавать военную экономику внутри войны, и как вы будете из нее возрождать всю экономику, и как вы будете создавать справедливость на уровне мобилизации. У нас же в законе о мобилизации ничего про это не сказано. У нас там нет зафиксированного принципа. Равенство всех слоев граждан перед мобилизацией. У нас нет такого принципа. Там же не поставлен вопрос, что прежде всего силовиков, затем чиновников, потом сыновья министров, депутатов и так далее, и сами работники министерства и ведомства. И только после этого граждан, причем с бронью, не отсылать тех, кто специалисты, которые могут работать на военной правительстве. Не отсылать уникальных специалистов. Потому что это золотой фонд. То, что я, в общем-то, первые дни войны говорил, но никому до сих пор это неинтересно. Очевидно. Погиб такой-то уникальный голос в театре. Ай, как жаль. Почему он у вас на войне делал? Сергей, вы же читали интервью Кима. Идут на войну добровольно. Вы же читали интервью Кима, Николаевского высокого чиновника, который открыто сказал, что никакого толку от депутатов на фронте не будет, а правоохранительные органы, там около 300 тысяч, они должны заниматься порядком в стране. Вот такой яркий подход, он вызывает просто негативную реакцию украинцев. Но, наверное, Ким мыслит так, как и мыслят его патроны, которые там дают добро на озвучивание таких моделей. Ким не стратег. Да, у него большая народная поддержка, самая большая в стране. Он не стратег. Мы хотим снова это политизировать и сделать ради популярности. Или мы хотим действительно построить солидарный подход в мобилизации, в экономике, в политике военной. Если первое, то тогда все понятно, и тогда нечему возмущаться. А если второе, то над этим надо поработать. Да, безусловно. Но мы вернемся к интервью Зеленского экономиста. Он сказал о том, что битва за Крым станет центральной в нашей войне. Я хочу напомнить, что Умеров, министр обороны, почему-то тоже выступил за несколько недель или за месяц до этого интервью Зеленского и сказал о том, что в 2024 году мы будем в Крыму. Непонятно, как это все будет происходить, но в то же время он говорил в интервью экономиста, я говорю о Зеленском, что мы должны уничтожить весь Чарноморский флот, который там находится. Сейчас мы успешно это делаем. Там 240 лет история о пребывании флота должна закончиться. Но, наверное, об этом он говорит, о таких процессах или все-таки о какой-то свободной операции, которая может быть запланирована на это лето 2024 года. Понимаете, я и скажу из следующего. Если у тебя есть стратегия, то ты о ней должен молчать. Я тоже, кстати, так считаю. Если ты это говоришь, стало быть, это вранье с целью запутать противника. Ну, я так думаю. Поэтому, ну, мы уже однажды в прошлом году, да, уже в 23-м, да, это уже прошлый год. Мы в 23-м уже отдыхали в Янтке. Ну, как бы нам обещали, что уже. Ну, все, 8, зима, это отдых. Отдых в Крыму. Хотя никаких предпосылок для этого не существовало. Если бы мы даже захватили Крым, то только нормализация ситуации – это год-два-три. По-ферминице – три. И никого бы туда пока даже не пускали бы с целью развечься в Ялте. То есть вы понимаете, что война в Крыму – это разрушенный Крым. Разрушенный Крым – это бегство людей. А бегство людей – это... опустошенный, обезлюдневший полуостров. Ну, так, секундочку, чтобы было понятно. В обезлюдневшем полуострове никто не отдыхает. Это если честно. А если говорить, да, мы Крым отвоеним следующим... Ну, пожалуйста. Ну, как бы я не ведусь на все это. Поэтому даже обсуждать это не хочу. Ну, в любом случае эти заявления звучат, и мы должны на них обращать внимание и, наверное, все-таки продумать, почему это происходит, а зачем люди об этом говорят. Я имею в виду представителей... Ну, почему это происходит, непонятно, потому что Господь дарует всегда несколько даров. И только с несколькими дарами у людей что-то получается. Потому что если человеку подарить одну уникальную способность, то, скорее всего, он даже на протяжении своей жизни о ней не узнает. А если человеку даруется уникальная способность плюс мышление, ну, мышление, рефлексия, он ее какое-то время обнаруживает, осознает, начинает использовать публично, на благо себе и людям, и развивает. То есть если у вас просто уникальная способность, вы умрете, не используете, и, скорее всего, даже о ней не узнал. Сколько людей имели уникальные способности, но никак не узнали, ее не применили. Но если способность с мышлением, тогда да. Вот Зеленский же великолепный актер. В любом случае, люди его любили. И актерские способности продолжают в нем любить. Но если Бог дал только одну способность, то в президентстве не выйдет. Это похоже на правду. Трудно с вами не согласиться, но в интервью Зеленский сказал так, что мысль о том, что Путин, я не цитирую, побеждает, это не более чем чувство. Реальность такова, что российские войска все еще перемалываются в таких местах, как Авдеевка. Кстати, Зеленский там недавно был. И по оценкам источников из британской разведки, при текущих тенденциях в 2025 году, так считает Зеленский, Россия потеряет более 500 тысяч убитыми и ранеными. Это не сработает. Ну вот я же об этом, да. Сколько украинских людей... Что сработает, когда война... То, что говорит заложник. Опять-таки, когда война придет на территорию России. Не в Белгород, а на территорию России. Когда она придет в Москву, во все города, где идет военное производство, вот когда она придет так на территорию России... Вот, обратите внимание, даже без убийства мирных жителей. Наоборот, особенно без убийства, потому что террор, штука очень неприятная. Неприятная, когда как бы за это берется государство. Это сокращает политическую поддержку. Это сокращает гражданскую поддержку с обеих сторон. С обеих сторон. Это деморализирует обе стороны. И только одну. Обе стороны. Ну, или если это специально образом замалчивать, как это делает Россия, то это специальные средства, это изменение публичного пространства. Закрытие Ютубов и один телемарафон. Ну, то есть, это как бы уничтожение таких передач, как ваша, и включение телемарафона на полную катушку. А помните был разговор о том, что с января месяца они пересмотрят свою политику пространства, и, мол, там все это подробится, я имею в виду единый марафон, и как бы все изменится, возможно, будет что-то альтернатива. Это осталось только разговорами. Похоже на то. Ну, поживем-увидим, но, как бы, то, что я говорил буквально через три месяца после начала войны, что это не тот формат, который позволит нам побеждать. Сейчас уже практически является базовым пониманием для большинства. Но проблема в том, что это базовое понимание не воплощается в иную структуру коммуникации. И мы же довели ситуацию до вообще психоза, когда накачка ожиданиями телемарафона была настолько сильная, что любое несоответствие приводило к резкой, к радикальной фрустрации. И как бы, становится даже то, что шаг лево-вправо тезис, который отличается от телемарафона, ты предатель. Это же, ну, ненормальности. Я вынужден был вообще прекратить коммуникацию, прямую коммуникацию на Фейсбуке. Я только размещаю там, ну, условно говоря, там статьи, видео, не более того. Потому что всякая коммуникация это это непонимание, хейтинг, обвинение в чем угодно. И в конце концов это непродуктивно. Да, я помню, как на единомарафоне время от времени возникают разговоры относительно того, что у России уже давно закончились или заканчиваются ракеты. А как оказалось, даже сегодня в ракетах стоят модули, которые датированы декабрём 23-го года. То есть Россия справилась со всеми проблемными вопросами, это связано с санкциями, которые не работают, и продолжает производить оружие, которое не производится. Это базовая проблема. Даже проблема же или марафона не в том, что там нет новостей. Ну, нет новостей. Не в том, что там следствия задавка и пропаганда. И следствия задавка в смысле как бы давайте мотивируем людей на месть и пропаганда в том смысле давайте создадим завышенные ожидания. Проблема в том, что там не продвигаются изменения от слова никакие. Там не обсуждаются инновации, там не обсуждаются иные модели введения войны. Вот этого там нет, потому что это экспертный разговор. Попытались некоторые ушедшие с телемарафона создать это через Ютуб, оказалось, что это в массовом порядке не работает. Проблема. Мы в ситуации. Эта ситуация очень нехорошая. У нас в коммуникативном плане провал. Это похоже на правду. Кстати, вот интересный момент. В этом интервью Зеленский говорит о том, что не видит никаких перспектив и предпосылок для мирных переговоров. В последнее время информационное пространство в Украине, я не говорю про единый марафон, о котором мы уже говорили, в соцсетях активно обсуждаются экспертные оценки независимых аналитиков, политологов, которые говорят, что это все идет к этому. Многие говорили, что Россия на это не пойдет, потому что время работает на них. Ну, они адаптировались к условиям. Другие говорят, это связано с тем, что у Украины сложности с западными партнерами. И, мол, они там принуждают. Но это как бы отдельная история. Но все же, Зеленский сказал, что его подход к переговорному процессу не изменился. Если да, то только на условиях Украины, опять о 91-м году и так далее, о границах на 91-й год. Это действительно бесперспективно или все-таки может быть какой-то чернолепец? Весь мир нам говорит, Ребята, создавайте, ребята, изменяйтесь и создавайте модель экономики, которая позволит вам победить. По полной программе нам это говорят Соединенные Штаты. Говорят, что у нас внутренние ситуации. Такое, что нам скоро будет не за вас. Это нам говорит Европа, которая не вытягивает даже поставку снарядов обещанного. Это нам говорит Россия, своим примером показывает, что в ситуации войны можно меняться и можно создавать военное производство и воспроизводство. Это нам говорят самые ближайшие партнеры, которые нас будут поддерживать при любой ситуации. Но украинцы устойчивые, ребята. Они вот что научились, это быть неизменными. Быть дубовыми, деревянными. Ни шагу вперед, ни шагу назад, а только на месте и только все вместе. И это вот как бы и есть базовая проблема. Мы не можем меняться, но в войне выигрывает тот, кто быстрее и более эффективно изменяется. А чем это можно объяснить? Вот у меня есть вариант, я его предложу, а вы скажете, похоже на правду или нет. Вот смотрите, какой момент. У многих чиновников, которые сейчас якобы принимают важные решения в этом контексте, о чем вы говорите, у них давно семьи адаптировались, эссимулировались на Западе, они здесь зарабатывают баб. И я вот недавно увидел, что какого недоделанного премьер-министра случайного Гончарука, оказывается, отправили в наблюдательный совет Украинской оборонпрома вместе с неэффективным министром экономики бывшим Миловановым. То есть эти люди, которые априори себя никак не связывают с Украиной, решают наши задачи. Это чья проблема? Базовая причина, что для того, чтобы в Украине выжить последние несколько лет, нам надо было бы устойчиво себя сохранить, то есть выживать. Ситуация подчинения, рабства, имперской экспансии, выкашивания нашего элитного и интеллектуального потенциала. Мы так научились хорошо это делать, но теперь, когда нам надо другое качество, изменчивое, обратите внимание, изменение – это не адаптация. Изменение – это не приспособление. Мы умеем приспосабливаться, а тут нужно изменяться. Значит, творить, пробовать, инноватировать, пробовать одно другое, иное. Мы же за время войны не предъявили ни одной по-настоящему сильной инновации. Я не говорю об изобретении вундерваффе, но о какой-то стратегии, которая была бы неожиданна для врага. Ну, и за исключением, может быть, Харьковского контрнаступного. Все остальные были российские инновации. Сергей, но я вот смотрю, сейчас стали появляться заявления чиновников и от Министерства обороны, и от промышленного сектора, то есть ВПК. Они говорят о том, что уже заканчиваются переговоры относительно производства вооружений, снарядов по лицензии других стран. Там решаются юридические вопросы. Далее, помню, десант, который был в Вашингтон, по-моему, это Умеров, министр обороны, потом Стефанчук, спикер, и Ермак. Они как раз обсуждали вопросы реализации проектов производства в Украине, создания предприятий, вооружения и снарядов и так далее. То есть процесс потихоньку начал двигаться. Вы это заметили или все же нет? И, наверное, если я чиновникам говорил про вину и модель экономики, они бы мне этими контраргументами пытались бы сбить, то есть контраргументировать. Это не так. Я говорю о принципиально другом. о создании военной экономики здесь, в Украине, силами Украины, которая бы стала основанием воссоздания всей экономики. Смотрите, я говорю стратегически модельный нанос. А установление по отдельным направлениям совместных предприятий, это хорошо, но это еще не стратегия. Ну, до этого мало. Правильных шагов не строится модель. Модель у вас возникает, когда у вас есть представление о целом. Я предлагаю целое. Постройте военную экономику внутри страны, хоть даже мобилизационную, хоть авторитарного типа, как способ выживания страны и надстройте на ней мирную. У меня есть представление о целом, у меня есть стратегия. А тут мы там сделали там сделали, я прекрасно знаю, что там воруются, здесь воруются, здесь воруются, здесь коррупция. Я прекрасно представляю, как это устроено. Поэтому это не контраргумент, и это не то, о чем я говорю. Сергей, но вы же знаете, что вы говорите об экспертном кругу, который должен помогать руководителю какого-то направления принимать решения. Что мы видим? Мы же видим огромное количество советников, непонятных людей, каких-то ноунеймов, которые получают зарплату, которые там пытаются как-то влиять на эти процессы, а по выходу в общем-то ноль. Ну, это так, так говоря. В персональном плане я могу, конечно, порассуждать, но я считаю, что это вторично. Какую вы модель построите, такие персоны вам и потребуют. Когда построена коррупционно- воровская модель, вам нужны коррупционеры и воры, и это всегда так было, и всегда так было. Если вы не строите солидарную модель, стратегически разворачивая и делая своей целью занятость большинства населения и работу на войну, то у вас будет всегда коррумпирована вороватая модель. И вы оттуда не выскочите. И сколько вы не наказываете коррупционеров и воруб, у вас будет то же самое. Но заметьте, вот вы говорите о высоких чиновниках, неправильной стратегии или отсутствии. Меня, например, поразил факт, это заявление Марченко, министра финансов. Он как-то недавно говорил о том, что за последние 20 лет именно при нем упал самый низкий уровень коррупции в Украине. Это подняло на смех украинское общество. И вообще были люди удивлены, а адекватен ли он на своей должности. А тут недавно он высказал свое удивление, что люди, которые попадают на фронт, они покупают себе все необходимое за собственные деньги. Благостарство финансирует и так далее, и так далее. Это вызвало шквал эмоций от волонтеров, которые говорят, что он врет открыто, либо не соображает, что говорит, либо врет целенаправленно. И таких, как Марченко, там дофига. Ну, это то, о чем мы говорили, что мы им дело, мы имеем дело с неадекватной представлением того, что происходит. Боюсь, что министры вообще не представляют, как устроен фронт. Ну, то есть, смотрите, вот люди даже приезжают на фронт, им жалуются, жалуются, рассказывают, как все устроено, они приезжают, возвращаются и говорят, ну, наверное, иначе нельзя. Вместо того, чтобы принять некоторые решения и поменять эту ситуацию, просто поменять, сказать, а чего бы вы хотели, вот, в нашей деятельности, что, от первого до десятого, им бы фронтовики просто бы объяснили. И эти объяснения можно было бы вынести на очередные заседала того или иного министерства, глядишь бы, что-то поменялось, но это все не работает, потому что они в неадеквате. Ну, все, Зеленский решает эти вопросы, по крайней мере, обязан это делать. На Брест-конференции его побеспокоили, задали ему вопрос, почему он не изменит на ключевых должностях определенных людей, которые являются... менять людей, но надо просто под иную стратегию. Ну да, так я об этом. Он сказал, что эти менеджеры, они держат всю систему управления, и он как бы не купится на предложение. Ну, точно. Потому что, собственно, как мы с Юрой Романенко установили, что воровство и коррупция это и есть то, в чем мы живем. И эти люди идеально под нее подходят. Зачем их менять? Ну да. Только если ты меняешь целое, ты можешь задуматься о том, что каких-то людей на каких-то местах надо поменять. Но если ты целое не меняешь, какой смысл менять очень, собственно, успешно работающих людей? Для этой модели успешно работающих. Поэтому тут я с Зеленским абсолютно согласен. Если у них нет представления об ином целом, то и людей менять не надо. Ну, как говорят об огнеет с головы. Но в любом случае, я хотел бы задать вам еще один вопрос. Это для меня очень важно. Я хотел бы знать ваше мнение. Вот в своем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не из-за успехов своих врагов, хотя он их как бы не видит, он там явно дал понять, и даже не за отсутствие прогресса армии на поле боя. Якобы Зеленский очень сильно раздражен нестабильностью, понятное дело, некоторых союзников, мы эту тему обсуждали, но в основном он ставит зрение на отстраненности части украинцев к самому процессу. Вот это уже был вывод. Как же такое? Он не строит солидарную экономику и не задумывается о том, как ее построить во время войны, и украинцы почему-то из-за этого расстраиваются. Да, действительно странная ситуация. Как же так? Что же такое? А вы можете это объяснить? Так я же объясняю. Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. Когда у вас тыл-запад, во всяком случае, был последние два года, то чего удивляться, что люди у вас не тыл? Ну, как бы, он же сам расстраивал этот раскол. Есть фронт, есть тыл, между ними раскол. На этом расколе, собственно, как бы и процветает коррупция и воробство. Ну, как бы, нормально работающее общество, клановое, разделенное, расколотое, оно такое и есть. И никто не делает усилий, чтобы создать солидарное общество. Чтобы создать не единство, а совместность. Понимаете разницу? Совместность у вас договорная, а единство всегда принудительное. если вы делаете как бы установку на единстве, делаете ставку на консерватизм и никаких изменений, потому что якобы во время войны давай победим, а потом поменяемся. Так оно и работает. Вы не победите, не изменяясь. И вот эта простая мысль в голову не приходит. То есть только через поражение дай Бог временное, дай Бог в локальных каких-то аспектах. Ладно бы, если собственно проигрыш 23-го года, проигрыш контрнаступления нас чему-то научил. Но пока я не вижу. Мы же не захотели научиться. Потому что мы нашли себе очередных виноватых. Кто виноват? Запад. То есть несмотря на оптимистические заявления власти нас ждут очень трудные времена. Я правильно вас понимаю? пока не произойдут такие изменения. Нас ждали до этого. Если мы не построим солидарную экономику, то нас ожидает катастрофа, а не трудные времена. Трудные времена это были эти два года. Если мы не изменимся, нас ждет катастрофа. Хотелось бы верить, что наш эфир услышат люди, которые пытаются влиять на процессы в стране и сделать хотя бы какие-то выводы. Потому что кроме прямого эфира на едином марафоне, где все оптимистично, пока что это заливается в основном нашим потребителям информационного поля. Сергей, я очень вам благодарен. Спасибо большое за ваши ответы, за ваше видение, за то, что нашли время. Поздравляю вас с Новым годом, несмотря на ситуацию. Спасибо, это, кстати, первое интервью в этом году. Спасибо, что дали возможность в общем-то стартануть таким образом именно в 2024 году. Не теряйте оптимизм. Сергей Дальсюк, политический аналитик, сегодня был гостем канала Дикий Лайф. Пожалуйста, подписывайтесь, делитесь видео, комментируйте, лайкайте. Сергей, жму вашу руку, благодарю. Взаимно. Встретимся через небольшой промежуток времени с большим уважением, Виталий Дикий. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok